итак ребята всем привет в который раз я хотел бы сейчас сделать полный обзор апартаментов в которых мы живем обитаем так сказать вот эти вот 10 дней которые я оплатил по путевке и так давайте мы сейчас с вами начнем вот это у нас такой маленький коридорчик прихожая кухонный уголок вот здесь у нас холодильник газовая плита ящички там вилки ложки ножики там у нас в этом ящичке мусор и все такое лишнее и ненужное посудомойка смысле сушка для посуды вот здесь кофеварка 1 потом там еще маленькая кофеварочка это вытяжка вот такая вот вытяжка ну естественно шкафчик с самой вытяжкой идем дальше так это я зашел с этой стороны вот в этом кухонном уголке у нас вот стол 4 стула один стул я убрал в комнату чтобы он здесь не мешался там у меня в крышке от мороженого отработанной молотый кофе против плодовых мошек которые просто так вот залетают начинают все поедать это действительно помогает действительно помогает причем очень и очень эффективно лучше чем какие-то там репелленты или еще какая-то ерунда наверху у нас вот микроволновка ну календарь календарь с собой привез вот такой вот двуспальный диван раскладывается его хватает аж вот до сюда вот до этой светлой полосы от солнца ну картинка как картинка это у нас окошки телевизор телевизор с выходом в интернет это смарт-тв в этом шкафчике внизу у нас кастрюльки всякая вот это вот кухонная утварь на первой полке на второй полке тарелки чашечки стаканчики бутылка водки ах это ликер с дыней а пардон ликер персиковый чуть я попутал были надо хотел взять дым ну ладно после часы те кто следит за моим каналом могут узнать эти часы это мои часики с дому привез потому что здесь один минус в том что не в одних апартаментах нет часов типа как счастливые часов не наблюдают шкаф вот такой вот шкаф с постельным берем с одеждой внизу сейф внизу у нас находится сейф с кодом с ключом если не работает код то свободно работает ключ так выходим на балкон давайте посмотрим что у нас на балконе на балконе у нас вот стол 4 стула зонт почему зонт потому что мы находимся на последнем этаже на третьем этаже здесь у нас сушилка и спальня сейчас еще покажу вам спальню так отойду сюда чтобы вы могли представить размеры этого балкончика вот такой вот балкон большой огромный балкон даже на балконе спать можно если у кого есть желание вот у нас вход в комплекс в сами апартаменты там второй этаж вот у нас третий этаж так хорошо идем дальше что у нас здесь дальше дальше у нас вот что там у нас бассейн давайте посмотрим на бассейн чей-то пионер бегает вон там шезлонги там бассейн напротив у нас вот такое вот здание тоже апарт отель и вот сколько тут посетителей сколько гостей сейчас это здание и там чуть дальше виднеется за углом это вот все машины этих людей достаточно много людей много теперь давайте идем обратно в квартиру сейчас я закрою чтобы включился кондиционер секундочку поехали значит кондиционеров здесь 21 в этой комнате кондиционер и 2 здесь вот в этой спальне вешалка вот такая вот комната шкаф для одежды вот двуспальная кровать такая вот кровать вот кстати четвертый стул который вынес с кухни зеркало картина какая-то непонятная лампочки все работает ну а теперь вот ванная комната фен фен работает вот берем он тут же включается умывальник биде унитаз душевая кабина включается большой свет автоматически с включается вытяжка кондиционер вентилятор вот ну и вот еще одумывальником такое вот сделали скажем так полочкой ящик со светодиодами лампочки но это соответственно я сам выходим значит что я хотел бы отметить в этих апартаментах нового вот здесь вот на полу вы видите такая полоса угловатая что означает эта полоса раньше стена вот это вот стена шла до этого угла опускалась вниз и здесь была еще одна дополнительная дверь то есть вы заходите эту квартиру и упираетесь в соседнюю дверь которую нужно открыть чтобы зайти дальше в квартиру здесь вот здесь был раньше вход в ванну с туалетом они отремонтировали кое-что переделали и теперь здесь купейные двери вот такие вот двери что ванну с туалетом что блин в спальню вот такая вот дверь замочки закрываются все нормально ну что в принципе вот такая вот квартира такая вот нормальная хата если к примеру сюда кто-то приезжает на одну неделю отдохнуть то можно сказать большего себе и желать не надо тем более что раньше во всех этих апартаментах здесь в этой резиденции боско конора была одна проблема не было душевых кабин были всего-навсего таки просто закрыты с обоих сторон как уголком ширмочки и когда ты мылся вся вода растекалась по всему полу по всей ванне нужно было каждый раз собирать воду тряпкой естественно люди начали жаловаться потому что если у вас тогда еще было четыре звезды то как можно жить в четырехзвездочном апарт отеле если нужно самому постоянно после себя убирать вот эту вот воду ну и они постепенно начали собирать средства для того чтобы перестроить вот эти душевые кабины и потом уже сами квартиры вот до каждой квартире в подземном гараже определенное место для машины естественно если место тебя не устраивает можешь пойти возмутиться тебе дадут другое место что сделал я и получил как раз нормальное место потому что то место которое дали нам для нашей машины увы она не подходит туда может запихнуться или запорожец горбатый или современно вот это вот какашка под названием smart вот в принципе все что я хотел показать вам по этим апартаментом если вдруг возникнут какие-то вопросы по цене или потому как с кем выйти на связь для того чтобы тоже провести здесь отпуск пожалуйста пишите звоните звоните позвоните мне не сможете но вы сможете написать в виде комментария под этим видео или под другими видео которые сейчас выходят одно за другим об отпуске в италии и я вам дам полную информацию по интересующим вас вопросам и конечно как всегда в конце не забудьте подписаться на этот канал поделиться видео с друзьями оставить лайк свой комментарий и оставайтесь с нами на связи потому что у нас всегда есть что-то интересное для наших подписчиков с вами был я владимир казарчук